Приветствую, дорогие братья и сёстры, дорогая Церковь! По милости Господа мы, может быть, в Доме Его, слышать Слово Его. И перед общей церковной молитвой хотелось предложить одно место из чьего написания, это слова Господа нашего, о которых хотелось бы порассуждать и применить в нашей жизни. Моя тема будет о том, с чем мы скалкиваемся каждый день, каждый из нас, вставая с утра, мы с этим сталкиваемся. И знаете, когда Господь говорил Своё Слово к ученикам, к народу, Он много на разные темы говорил. И также Он говорил об этом, о чём и хотелось с вами вместе поговорить. Для этого мы прочитаем из Евангелия Матфея, 12 глава, 36 стих. У кого есть Библия, откроем Евангелие Матфея, 12 глава, 36 стих. Братья нам высвятят. Это слова Христа. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. За каждое праздное слово. Несильно, каждый из нас говорит много слов. С утра вставая, проходит весь день. Знаете, статистика говорит, что люди примерно от 15 до 16 тысяч слов говорят в день. Конечно, это цифра средняя. Кто-то говорит намного меньше, кто-то говорит намного больше. Зависит от человека. Все мы люди разные. Тот человек, который по своему характеру, по своему складу, укладу, он более молчаливый человек, он говорит намного меньше. Человек, который живёт один, у которого нету семьи, он тоже говорит очень мало. Есть люди, которые говорят очень много. И Христос говорит, что за каждое праздное слово, что значит праздное слово? Это пустое слово, ненужное, которое не имеет смысла, не имеет значения. Мы много с вами говорим, много произносим слов. Как увы, часто приходится сожалеть о сказанном слове. Когда мы что-то сказали кому-то в адрес кого-то, какое-то неприятное, больное слово, обидели мы человека, и потом мы сожалеем об этом. Часто бывает, что у людей люди говорят слово, не обдумав, не подумав об этом, не подумав, что они могут сказать, что они говорят. Они скажут, а потом думают об этом. А что же я сказал? А зачем же я это сказал? Потому как больно, и мы просим прощения друг к другу, за сказанное нами слово, за обиду, за огорчение. Апостол Давид в своем псалме в 138-м пишет, в 138-м псалме в 4-м стихе, «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Знаете, все наши слова, весь наш разговор, всю нашу речь, что мы говорим, о чем мы думаем, Господь это знает. Уже до того, как мы скажем, Господь это знает. Кефисянам апостол Павел пишет, «Также сквернословие, пустословие, смехостворство неприличны вам». Знаете, смотря на окружающий мир, посмотришь на тех людей, с которыми мы раньше жили, да, там, в бывшем Советском Союзе, кто на Украине, в России, в Казахстане, в Кыргызстане. Окружающие нас люди, с которыми, может быть, мы работали, соседи наши. Многие из них – это далекие люди, которые не знают Бога, не знают о Боге. И послушать ихнюю речь, знаете, неприятно слушать. Когда мы здесь, в Америке, работаем с людьми окружающими, послушая ихнюю речь, знаете, многие из них скажут, «А я верующий? Я на собрания хожу, может быть, раз или два в год. Есть у кого есть свадьба, я тоже бываю в церкви, на похоронах тоже. А когда послушаешь речь этих людей, то и не скажешь, что они когда-то бывали в церкви». Работая с одним человеком, он молодой, намного моложе меня, он помогал мне, когда мы пристройку дома делаем. Знаете, он много с ними разговаривал, его речь, знаете, много скверных слов в его речи. Я говорю, Дэн, говорю, «Ну, ты же понимаешь, что это неправильно». Когда он, придя к нам, он начинал, потом раз, «О, сори, сори, все, у тебя дети здесь, соседи, все». Он ходил в церковь, он бывал в церковь, дедушка его недавно умер, он был в церкви, потому что, ну, похорона, приходил священник или кто, он знает об этом. Он знает, что речь его не должна быть такая. Он знает, что нельзя говорить такие слова, которые он говорит. Знаете, как часто люди привыкают к своей речи, к своим разговорам, к своим словам. Это обиход его жизни. Он по-другому не может. Он, может быть, старается когда-то контролировать себя. Человек привыкает к тем словам, которые он произносит каждый день. Язык наш, который произносит наши слова, это неукротимое зло. Знаете, об этом Иаков пишет в своем послании. Мы давайте вместе прочитаем послание Иакова. Третья глава мы прочитаем с четвертого стиха. Братья, высветите, пожалуйста, послание Иакова. Третья глава с четвертого стиха. Апостол Иаков записал такие слова. Вот и корабли, как невелики они и как несильным ветром носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь прекраса, неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что скверняет все тело, воспыляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога, Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит богословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. Действительно, язык это то, что человек не может укротить. Знаете, каждый день в нашей жизни нам приходится контролировать себя, что мы говорим, какие слова мы говорим, собравшись вместе друг у друга, в гостях, может быть, придя на ужин, на чашку чая. Мы не сидим просто и смотрим в тарелку или смотрим в стакан с чаем. Нет, мы общаемся, мы разговариваем. У нас происходит какая-то дискуссия. Дорогие друзья, дорогая церковь, о чем мы разговариваем? О чем мы говорим? Какие наши слова? Может, потом при расходе нам приходится друг у друга просить прощения за сказанные нами слова? Но Господь сказал, что за всякое слово мы понесем отчет. может быть, мы, взяв телефон, начинаем звонить своим друзьям. О чем мы разговариваем? Какая наша речь? Какой наш разговор? Какие наши слова? От человеческих слов многое зависит. Помню, когда Иосиф, сын Якова, когда он был в темнице, и туда попали двое из дворца Фараонова, Виночерпий, Хлебодар. Помню, потом, через время от слов Фараона зависела жизнь этих двоих людей. Один из них вернулся, и он служил Фараону, а по слову Фараона другой человек был казнен. Знаете, как часто от человеческих слов зависит, может быть, жизнь или судьба другого человека. От решения и от слова судьи зависит будущность и будущее того, который сидит на скамье подсудимых. или его отпустят, или ему дадут какой-то срок, или, может быть, более какое-то суровое наказание. От слова царя зависела жизнь его слуг или подчиненных. Словом царь мог сказать отпустите его, пусть он живет, или казните его. Много зависит от слов человека. Каковы наши слова? Какова наша речь? Знаете, все наши слова, вся наша речь, оно... Господь это все знает, Господь это все видит. Знаете, когда человек наговорит много, огорчит кого-то, и так проходит время, и вроде забыли, и все. А боль в сердце человека остается, того, которому мы сказали что-то, которого мы огорчили. Да поможет нам, Господь, чтобы мы следили за своим разговором, за своими словами. Потому что далее Христос сказал в этом же Евангелии, в этой же главе 37 стихом, «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Как бы хотелось, чтобы слова наши, которые мы говорим, они действительно были для нас оправданием. Но ни в коем случае, чтобы наши слова не были, потом осудили бы нас. «Удерживай язык свой от зла и устасывай от коварных слов», говорит Давид в своем псалме. Знаете, я нашел одно стихотворение одного человека. Позвольте прочитать оно. Такие, знаете, глубокие, такие смыслящие слова о нашей речи, о нашем разговоре. «Слово не стрела, а сердце сквозит. Слово не воробей, вылетишь, не поймаешь, вылететь, не поймаешь. Бритва скребет, а слово режет. И дорого обдал за словечко, да не выкупишь его. Во многословии и без пустословия ласковое слово, что весенний день, доброе слово. Доброе слово. Много добьешься. Недоброе слово. Больней огня сжет. От одного слова до навеки ссора. Пчела жалит жалом, а человек словом. Умный человек слово на ветер не пустит. Добрые слова. Дороже богатства. Доброе слово человека, что дождь засуху. На блюде хлеб, на обед, а слово хорошее на ответ. Господь учил свой народ многим, как вести себя. И Он также учит нас с вами, чтобы наши слова, они были добрые. чтобы мы могли говорить друг другу добрые слова. Знаете, я слышал пример одного человека, который, у которого были сыновья, и может быть, они не были самые лучшие, может быть, они были такие заводные, такие энергичные ребята. Он их постоянно, ох вы мои разбойники, ох вы мои хулиганы такие. И знаете, прошло время, и эти ребята выросли, и они действительно такими и стали. Они стали хулиганами, они стали разбойниками. Каково наше слово? Каково наше слово к нашим детям? Говорим ли мы им добрые, ласковые слова? Каковы наши слова, и какой наш разговор друг с другом, мужа с женою? Можем ли мы жену как-то назвать или, извините, обозвать нашего ребенка? Как хотелось бы, чтобы наши слова, как дождь проливался, приятные для окружающих нас. Как бы хотелось, чтобы наши слова, они были нам в оправдание, а не в осуждение. Дабы за каждое праздное слово мы дадим отчет пред Господом. Дабы ословить нас, Господь, в жизни нашей, чтобы мы могли следить за своими словами, следить за своей речью, чтобы нам не постыдиться. Аминь.